здравствуйте есть такой корпус deepcool ch510 я на него уже обзор снял и небольшой кастом в этом обзоре будет вы его еще не видели он будет через пару дней возможно да вот он стоит тут в пакетике а сегодня я вам покажу его миниатюрного брата более продуваемого которого зовут ch370 оба корпуса что ch510 что вот этот 370 они очень похожи на макюбы но не прямо полностью такими скажем некоторыми моментами и как более и когда я понял что показывается на моем канале не не было давно уже обзоров на mtx корпуса именно такого формата то есть недавно была alta g1 m от silverstone но я бы не сказал что это такое как бы стандартный корпус он немножко своеобразный с вертикальным продувом что это очень хорошо и но с sfx блоком питания здесь же самый простой как бы корпус просто под mtx материнскую плату раз два три вот скажите вот первое впечатление как только вы увидели передок что он вам напоминает мне вот сразу вспомнился компьютер от apple 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 да только вот здесь квадратные а у mac pro mac pro по моему называется у него они круглые очень до похоже но их можно менять да ладно честно сказать я этого не знал я видел что они как-то там меняются но то что это происходит вот так прикольно да смотрите вот снизу такой язычок это в поднятом положении это в опущенном положении интересно прикольно я считаю необычно но опять же опять же те же самые грабли обычная москитная сетка да не полевая москитная сетка вернее ладно хорошо она полевая просто она плохо продуваемая полевая сетка но в любом случае это гораздо лучше чем обычная прямая глухая крышка про это я ничего говорить не буду как бы ну я считаю это нормально потому что ребер жесткости никаких нету и да это нормально не знаю будет ли интересно вам смотреть обзор на c510 после этого ну как минимум там я сделал кастом возможно кстати с этим что-нибудь но но вряд ли задняя стеночка с перфорацией снизу перфорация снизу сделано для дополнительного забора воздуха вентиляторами которые будут стоять на кожухе блока питания потому что здесь есть крепление под посадку двух 120 миллиметровых вентиляторов на кожухе блока питания и вот это вот стеклянная крышка она имеет два варианта крепления это просто на магнитах вот такое и она как бы откидывается в таком положении можно может как бы быть дополнительный продув как бы в этом корпусе в принципе нормальный будет продув но в таком положении он будет еще лучше и и при надобности можно здесь закрутить либо каким-то винтом либо просто барашком который идет в комплекте в случае если у вас там дети и они-то могут не знаю подойти и открыть там что-нибудь вырвать кулер зубами отгрызть оперативку пальцы сунуть в вентилятор ну есть такие дети да следующая чем он не отличается от макюба это узенькие ножки точно такие же ножки на царь 510 я думаю что вся линейка новая вот этих вот царь корпусов от диппула они но очень схожи друг с другом стекло хорошее толстая с мягкими вот такими вот прокладочками по обе стороны сзади и спереди это делается для чего для того чтобы у вас стекло не бренчало в случае если например там корпус будет как-то шевелиться вот мы его трясем стекло четко плотно сидит один вентилятор на выдув с формой лопастей air flow что говорит о том что он выполняет правильную функцию и все здесь только один вентилятор до цена этого корпуса 4800 рублей сейчас сетка сверху 2 usb 3.0 совместный аудио разъем кнопка включения кнопка сброса еще проще сетка снизу под блоком питания в комплекте хомуты инструкция что как где куда встает и набор винтов винты с длинными длинная для установки вентиляторов на кожу блока питания и еще есть такие винтики которые для установки вот такие и вы можете установить ssd диск как с этой стороны так и с внутренней стороны тут только с внутренней и еще есть крепление на коже на этом на корзине под жесткие диски то есть туда вы можете установить только один жесткий диск и по желанию сверху можете накинуть еще ssd шник и еще мне нравится что здесь достаточно много пространства над материнской платой это говорит о том что в этом корпусе вы сможете установить какой нибудь горячий проц с 240 либо 280 водой да и она у вас не будет мешать не радиатором на материнской плате не радиатором оперативки если они у вас будут высокие отверстия все без резинок просто завальцованы и есть еще держатель для видеокарты вентилятор который стоит на выдуве он трех пиновый место под укладку кабелей около 23 миллиметров сжо спереди до влезет 360 вода если это будет кому-то нужно сверху до 240 миллиметров и сзади 120 миллиметров нет все таки спереди встает только 22 140 ковки ну и 300 двадцатки а я же не показал еще но введение у дипкула на этих новых моделях корпусов вот значит это у нас передняя стеночка и вот здесь в уголке вот такой вот выдвигающийся держатель для наушников ну я так понимаю что для наушников потому что здесь гравировочка на наушников немножко заедает она ну как бы не знаю кому она вообще нужна но в целом я уже я повторюсь говорил на обзоре корпуса ch510 потому что там тоже самое я говорю это будет удобно тем у кого корпус будет стоять на столе если он у вас стоит под столом мне кажется будет не совсем удобно длина видеокарты без вентиляторов будет 375 миллиметров это впритык если у вас будет стоять спереди вентилятор это будет 350 миллиметров высота кулера сейчас посмотрим так сначала так вот здесь от стойки под материнскую плату до края 175 миллиметров это значит что скорее всего кулер можно будет разместить до 170 миллиметров максимум кпу кулер 165 миллиметров ну то шестьдесят пять миллиметров но я бы наверное не поверил не поверил бы все-таки потому что здесь 175 миллиметров все-таки я думаю что сто семьдесят миллиметров должен поместиться кулер но ответственность за это на меня перекладывать не надо я просто предположил если боитесь то просто покупайте тот кулер который указан в инструкции крепление для сто двадцаток про который я уже сказал их даже здесь можно установить в трех положениях вернее можно сделать два можно закрепить 21 тут один тут и можно закрепить один по центру здесь для него есть отверстие и теперь по размерам самого корпуса 40 сантиметров в длину 43 в высоту и 21 с половиной в ширину подключил вентилятор на выдуве который на 12 вольт и что я вам скажу понятно конечно что он предназначен для выброса воздуха не не для давления но как-то слабовато он честно сайт дует а это значит что что многие из вас подумают что это оверпрайс за мтx корпус с одним вентилятором который толком не дует и возможно вы будете правы но с другой стороны я до сих пор встречая людей мне пишут ребята подписчики которые до сих пор хотят себе купить матрикс 50 и матрикс 55 которые пора бы уже отправить на пенсию давно и они тоже есть там модели которые с одним вентилятором но они на самом деле стоят там что-то около трех с половиной тысячи но здесь пожалуйста вот платите платите нам пожалуйста вот за это рубасик и вот за эту сеточку рубасик вот пожалуйста если не хотите платить то не покупайте спасибо что смотрели обнял и пока ну здравствуй тоже ну и вот еще чтобы у вас было небольшое понятие по размерам это ch370 это ch510 небольшая разница по высоте буквально наверное сантиметров 5 даже нет ну да это 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 Продолжение следует...